У входа на седьмой километр собираются люди. Сегодня рынок облетела новость. Их Валеры больше нет. Люди говорят, его знали все, любили и уважали. Что это был за человек, я даже вам не могу передать словами. Умный, добрый, отзывчивый. Главное, вот вы знаете, очень много людей, которые разговаривают на китайском языке. Кроме самих китайцев, конечно же. Я знала, простите, пожалуйста, знала только одного. И это был Валерчик. В толпе легко заметить женщину в черном платке. Любовь не верит, что завтра ее мужа нужно забирать из морга. За жизнь Валеры врачи боролись шесть дней. Там у него острый череп открытый, перелом черепа, основание черепа. Я уже знаю, открытый перелом правой голени, левая голень закрыта. Не подтвердили сейчас на суд экспертизу перелом грудного позвонка. Эксперт, который делал сегодня суд медзаключения, он сказал, что с такой травмой головы он просто не понимает, как этот человек тянул шестеро суток. Он боролся, он хотел жить. Это и есть тот самый перекресток. Остановка седьмой километр. Валеру с тяжелыми травмами, по сути, оставили умирать на дороге, говорят люди. Была машина примерно серого цвета. Сказали, что была Вольво, старенькая такая, но в машине было три пассажира, что он сбил Валеру, пролетел, остановился, вышел, развел руками, заматерился, сел и уехал. Друзья погибшего созваниваются со следователем каждый день. В полиции говорят, машина объявлена в розыск. На сегодняшний день материалы в следствии. Автомобиль объявлен в розыск, то есть отобраны видеоматериалы, отобраны пояснения свидетелей и очевидцев. И следствие также розыск занимается установлением личности водителя, а также местонахождением автомобиля. Сотрудники рынка говорят, они готовы перекрывать трассу. Перекресток, на котором погиб Валера, в народе прозвали смертельным. ДТП здесь происходит чуть ли не каждую неделю, но на опасный участок внимания не обращают. Неоднократно обращались в УКР «Автодор», ну кто непосредственно занимается данным участком. Ну, светофоры, освещение, видеонаблюдение и так далее. Неоднократно. В чем было банально отказано. То есть отписку дали и все, больше ничего. Даже не дают возможности администрации рынка покрасить, потому что посмотрите в каком состоянии. Чтобы конкретно нам дали и разъяснили, когда здесь будут установлены видеокамеры, когда здесь будет освещение, здесь темнота. Вот люди рассказывают, идут поздно ночью с работы, ну там кто товары разгружал, получал выгружать. Здесь постоянно темно. В неделю сотрудники рынка собирали деньги на лечение. Теперь собирают на похороны. С Валерием Гембой простятся во вторник. Ему было 39 лет. У него остался двухлетний сын. Анна Городенцева, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».